Привет, Борис. Добро пожаловать в Россию. Привет, тоже рад встрече. Взаимно. Германия до сих пор на карантине из-за пандемии, и многие фестивали отменяют. Это сильно повлияло на твою карьеру диджея? Конечно, это для всех очень непривычная ситуация. Уже почти полтора года никаких выступлений в Европе, все либо отменили, либо перенесли на следующий год. Но для меня это не так страшно, потому что у меня все эти полтора года оказались своего рода отпуском. Я много времени проводил в студии со своей семьей и занимался прочими делами. Поэтому мне даже понравилось. Очень интересно. Дэвид Гетта недавно выступал на крыше небоскреба в Дубай. А какое ты можешь назвать самое необычное место, где тебе довелось выступать? Лично для меня самое крутое и необычное место было в Париже, в Гранд-Пале. Вообще, это большой дворец для проведения различных выставок, то есть это не какой-то клуб. Площадка была огромная, поэтому там было круто выступать, и я был очень рад этому. Такое случается раз в жизни. Вот это крутотень. Ты обычно выступаешь в маске. Ты знал о пандемии заранее? Заранее? Нет. Когда я в первый раз услышал про коронавирус, я думал, что это просто какая-то мелочь, и что через две недели все закончится. Тогда никто не мог представить, что он окажет такое влияние на весь мир. Представляешь? Да, это правда. Я уверен, что тебя очень часто спрашивают, где берет корни. Это твоя история с маской. Но можешь пересказать ее для наших слушателей? Дело в том, что мой первый сет был, как ни странно, не в Германии, а в Бразилии, и я сразу подумал о карнавале. Я знал, что там выступает много других диджеев, и подумал, может стоит сделать что-то, что запомнится другим людям. В начале я носил очень стремную маску, она была очень маленькой, но я выступил в ней, и это зашло. Я всем запомнился, и теперь у меня есть моя огромная маска шута. Она создает крутую атмосферу, и мне это нравится. А когда ты не в настроении, кто-то другой выступал в твоей маске вместо тебя? Нет, никогда. Серьезно? Да, серьезно. Хорошо. Рок-звезды на концертах разбивают гитары? Да, бывает. А ты ломал вертушки, когда был в особенно боевом настрой во время микса? Знаешь, я однажды играл сет в Шри-Ланке, и у нас была вечеринка на лодке, я там немного перебрал. И мы с другом прыгали и случайно опрокинули напиток на аппаратуру. Ну, полчаса у нас еще вышло поиграть, а потом из строя вышел фейдер, звук начал становиться тише, и в конце концов все сломалось. Шоу закончилось раньше, чем планировали. Да, но вышло очень смешно. А ты когда-нибудь прыгал в толпу на фестивале? Занимался краудсерфингом? Честно, нет. А вот мой друг делал это, тоже диджей, мы выступали вместе, и я дважды даже думал прыгнуть, но так и не решился. Может, ты прыгал в Шри-Ланке и уже не помнишь? Может быть, я не исключаю. Что тебе сейчас в плеере? Что слушаешь? Если честно, сейчас в моем плейлисте мой новый трек «Спайси», который я сегодня эксклюзивно сыграю на радио Energy. Это первый сингл из моего предстоящего альбома, который выходит в августе. Скоро выйдет еще пять синглов и два EP, так что будет много свежего материала. А сам на каком носителе любишь музыку слушать? Я предпочитаю свои студийные мониторы. Угу. Тебя очень любят в России. Как думаешь, почему? Я думаю, может из-за моей музыки, может из-за личности. Честно, я не знаю. А может потому, что я уже больше 12 лет выступаю в России. Она из первых стран, где я играл. Я начал в Южной Америке, а потом поехал в Россию. И постоянно выступал именно в этих странах. Когда впервые собрался, ты боялся ехать в Россию? Знаешь, когда каждый раз едешь в новую страну или в новый клуб, начинаешь нервничать. И мне кажется, это нормально. Ты не знаешь, какая там культура, как люди будут вести себя на танцполе, но это круто наблюдать, что каждая страна немного разная и по-разному реагирует на ту или иную музыку. Ну да. А интересно, какие из этих стереотипов о России ты слышал? Медведи, которые ходят по улицам. Водка. Мафия. Водка. Русские фанаты называют тебя Борья. Да. Это очень тепло и приветливо. А тебя кто-то еще так называет? На самом деле нет. Но в России же это часто делают, как я понимаю. Просто сокращают имя. Но мне это нравится. Какие клички были в детстве? Амигуд. Амигуд. Да, это немецкое имя и, кстати, также назывался йогурт. А, обычно в России йогурт — это Егор. О, прикольно. Борья. Спасибо большое за интервью. Привет, Уфдеф. Рад видеть тебя. Спасибо. Взаимно. Давай начнем так. Обычно я прошу наших гостей сказать… Привет, Россия. Привет, Россия. Привет, Россия. О, отлично. Идеально. Это было просто идеально. Когда в последний раз ты ходил по грибы? По грибы, я думаю, ходил где-то 3-4 месяца назад. Мы живем на холмах в лесу Малхолланд в Лос-Анджелесе и после дождя ходили с детьми их искать. Когда я был маленький, мы постоянно занимались этим с родителями и, должен сказать, что в этот раз не очень-то много нашли, но все-таки парочку отыскали. А можешь отличить съедобные грибы от несъедобных? Ну, например, в детстве мама и папа мне постоянно объясняли, какие нужно собирать и какие лучше не стоит. По некоторым очень трудно определить, ядовитые они или нет. Обычно яркие грибы стоит избегать, но даже с коричневыми и съедобными нужно знать, что делать. Так что я, когда собираю грибы, чаще просто хожу и смотрю, а не ем их. Вот оно как. Знаешь, россиянам очень нравится ходить по грибам. А насколько это занятие популярно в Израиле? Я не уверен. Мои предки приехали не только из Европы, но также из России, поэтому они привезли с собой оттуда в том числе и эту культуру. Но Израиль – это очень разношерстное место, поэтому не знаю, как для остальных, но в моей семье это было принято. Ну, знаешь, сегодня все грибы, которые я ем, находятся в суши-ресторанах, поэтому шиитаки, наверное, мои самые любимые. Понятно. Твое выступление в Москве останется в истории как первое живое шоу с начала пандемии. Расскажи, а чем ты занимался во время карантина? Карантин был сложным. Я тут в Лос-Анджелесе уже долгое время. Последнее мое шоу было 21 февраля 2020 года, когда я вернулся из Индии. А потом был долгий локдаун, я провел очень много времени в студии, и это плюс, потому что написал много музыки. Побыл наконец-то с семьей, с которой я обычно редко вижусь из-за постоянных туров. Так что, оставаясь дома, мы заново объединились и сблизились с детьми, с женой, я сделал много треков. В целом все были здоровы, никто из близких не заболел ковидом, а потом... Да, слава Богу. А потом мы все вакцинировались, вернулись к жизни в Лос-Анджелесе, и теперь я продолжаю работать над шоу. Уже отыграл три диджей-сета, но первое полноценное живое выступление Infected Mushroom это то, что будет в России в эту субботу, и, должен сказать, мы очень взволнованы по поводу нашего возвращения. А как, на твой взгляд, люди по всему миру стали относиться к клубной музыке? Не пропал ли к ней интерес за последнее время? Знаешь, я не думаю, что он упал, люди уже очень хотят выбраться и сходить на какую-нибудь вечеринку. Может быть, они настороженно относятся к самим клубам, но не к музыке. Они могут опасаться находиться в концертном помещении, но не будут же они бояться слушать мелодии. Я тебе так скажу, как только они придут и услышат первые звуки, все остальное забудется. Захочется вспомнить, как это было раньше и как следует потанцевать. Забыть про эти полгода, что ты мариновался дома, так что я очень жду, чтобы опять начать всем этим заниматься. Я думаю, в России такая же ситуация. Считаю, что это из-за пандемии, потому что, отталкиваясь от статистики, был небольшой упадок, но это скорее из-за того, что были закрыты все клубы. И не только клубы, еще аэропорты. В Израиле не особо большой поток туристов сейчас. У нас почти все уже вакцинировались и почти нет случаев заболеваний. Одна из причин как раз в том, что аэропорт закрыт, и, соответственно, наблюдается спад. Надеемся, что в следующем году это снижение продолжится. И тем самым вы показали хороший пример. А какая энергия так долго связывает группу под названием Infected Mushroom? Это йога, медитация? Что это? Если честно, я занимаюсь йогой с женой, но не она заставляет меня двигаться дальше. Меня мотивирует любовь к музыке и к выступлениям. Просто прийти в свою студию в Лос-Анджелесе, чтобы заниматься музыкой, это не работа, это развлечение, игра. Я уже на протяжении многих лет это обожаю. И опять же, быть в дороге тоже весело, особенно со своей второй семьей, со своей группой. Пока мы будем здоровы, мы будем продолжать заниматься этим. Это замечательно. И напоследок посоветуй, чем заняться людям, пока они слушают вашу музыку? В первую очередь танцевать, упражняться, да делать все, что захочешь. Моя музыка, безусловно, для того, чтобы забыть про происходящее в жизни, про все плохое или про работу, выпустить пар и вернуться к тому, что тебе действительно необходимо. Мистер Дувдов, было приятно с вами пообщаться. Мне тоже было приятно, большое спасибо. К нам присоединился обладатель Грэмми Иманбек! Прямо сейчас казахстанский диджей, обладатель Привей, здесь в нашей студии. Привет, Иманбек! Парень, который добился уже столько, сколько и другим не снилось. Мы общались только по видеосвязи, теперь мы тебя видим в студии Energy. Как круто вас в живую видеть даже. Взаимно. Иманбек, ну сразу в лоб, расскажи подробно, как тебе присудили награду. По-честному, как минимум. И Грэмми идет к... Айманбек Зикеннов, для Розы. Ну, а вы же смотрели? Да, конечно. Мы же за кулисами вообще не знаем, что произошло, то есть. Ну, там... Мы... Видели все то же самое, что и вы. Мы вместе со всеми это узнали об этом. Ну да, но ты же ждал, а потом тебе сказали, по-моему, что за два часа ранее началось все. Там очень все заморочено было. Угу. Нам сказали сначала в одно время, потом... Ну, короче, вы по удаленке все это делали, да? И ты тоже, как и мы, в принципе, смотрел за этой церемонией, да? Да, да, именно. Вот это да. Ну, с тобой как бы связывались они сначала, правильно? То есть как это... ну, за кулисами, как это происходит? То есть позвонили, что сейчас уже будет награждение. Чай не пей, не кушай, ничего не жевать. То есть приходи в костюме. То есть как это все произошло? Именно так, как вы сказали, да. Да? То есть шел эфир, и параллельно там, получается, нам, номинантам и победителям, с нами модератор разговаривал. Ага. По другой связи, и... По секретной, по грэмневской какой-то суперлинии. Супер какой-то зашифрованный, наверное. Так. Ну, говорили, вот, в течение десяти минут будет уже ваша номинация, поэтому следите. А вы по Zoom, что ли, подключились или как? Нет, это их... Какая-то платформа. Это их платформа, да. А-а-а. От грэмми, ага. Прикольно, слушай. А вот этот сам супер-хит Роуза, за который ты получил грэмми. Он впервые прозвучал на радио, вообще, 17 июля 2019 года. И это случилось как раз в эфире Radio Energy. Супер. Представляешь? Напомни, как вообще родилась эта композиция? За какое время ты ее написал? Что тебя вдохновляло? Я написал эту композицию за два с половиной часа. Да. Ничего себе. Отвечаю. Это быстро, кстати. Это очень быстро. Как пришло вообще? Ну, знаете, это, наверное, больше как эксперимент. Просто это было в процессе обучения, написания музыки. Ну, я просто тренировался на разных треках. Он же оригинал такой медленный, да? Очень медленный, ага. Так что-то надо бы быстрее. А ничего, что тебя, ну, тебя зовут иностранцы Айманбек? Не Иманбек, как правильно. Я привык. Впервые, так сказал, Ашер. Ага. И все. У меня даже друзья после этого начали Айманбек позвать. Слушай, а давай откроем твои вчерашние вызовы в телефоне. У тебя с собой телефон? Да. Кто первый поздравил? Вот, наверное, был просто красное все, да? Горело. Прям очень много было сообщений. Всю ночь они мне приходили. Мне даже звонки приходили. Мне раз в 90 за ночь позвонили. Обалдеть. Не, а давайте прям достанем телефон. Прям доставай. Посмотри, какие у тебя вызовы есть. Кто вот звонил, тебе поздравлял. Расскажи про этих людей. Нам тоже интересно. Чуть-чуть прям по именам. Кто там? Только именно приличные сообщения читай. В натуре, брат, поздравляю. Я просто знал, когда люди радуются. Эмоции. Эмоции. Знаете, близкие, ну, родные, они мне не звонили, они мне писали. Ага. Потому что я в роуминге там. А мама плакала, наверное. Мама, я не знаю, плакала она или нет, но когда мы разговаривали, все было нормально. То есть меня изначально моя девушка поздравила, а потом я сам позвонил маме. Потому что она уже в это время спала, потому что она рассчитывала то, что церемония награждения будет попозже. Но оно случилось на два часа раньше и... Кстати, мы тоже в курсе, мы ждали, то есть чуть раньше времени это случилось. А скажи, это правда, что тебе звонил президент Казахстана, чтобы поздравить, а ты трубку вообще не взял? Не совсем так, не совсем так. Я предполагаю то, что мне могли звонить с администрации президента или его секретарь. Но просто, возможно, номер затерялся где-то среди других остальных всех. Но я спал в это время. Я просто... Надо же! Такой звонок проспал! Нет, это была ночь. Ну, это прям очень глубокое утро было. Ну, 4 часа где-то по Москве. А у них это уже 7 часов утра. Может быть. Может быть, звонил. Ну, я просто утром проснулся и начал читать новостную ленту у меня там. Я листаю все про меня там в моей ленте инстаграма. Сегодня я проснулся другим, да? Да. Слушай, а вообще ты впервые сейчас в Москве? Да. Вау! Реально! А что больше тебе понравилось? Сколько ты времени здесь находишься? Что увидел? Здесь очень красивые дома. А девушки? Ну, тоже. Да. Ну, пока немного увидел. Ты сколько? День? Два здесь? Сегодня какое число? Сегодня 16. Сегодня 16. Пять дней я здесь. Пять дней, да? То есть, ты ничего не запомнил в городе пока? Еще нет. Вау! У меня не было время погулять сейчас просто. Я понял. Но все еще впереди. Кстати, я хороший гид, если что. Я тебе покажу город. Окей, Саймон. Саймон покажем. Я буду иметь в виду. Слушай, нам интересно, что тебе как непрофессиональному музыканту может дать эта премия Грэмми? Куда ты дальше пойдешь? Сколько ты будешь стоить? Нам все интересно. Расскажи. Сколько я буду стоить, я не знаю. Но для меня очень важно то, что я могу делать уже намного круче коллабы, то есть, с людьми, которые еще выше, да? Для меня это… Предложения посыпались уже? Это у менеджера спросить. Просим, да. Все через него проходит. А, кстати, к тебе теперь часто-то стали обращаться известные музыканты, предлагая сотрудничество? Да, конечно. Ну, это было… это уже началось до Грэмми еще. А после Грэмми может звонок прямо уже от, ну, крутых пацанов там? Да он от президента не берет. Какие крутые пацаны? Ты что? Может и звонили? На МИД поставил. Я не знаю, что не успел, да. Кирилл! Всем привет, всем привет. Привет, Кирилл. Привет, дружище. Кирилла я давно знаю, то есть, ну, Кирилл как бы человек знает толк в музыке. А, Кирилл, расскажи, как возникла эта коллаба Дэвид Гетто и Рита Ора? И Иманбек, конечно. На самом деле история трехэтапная. У нас должна была быть коллаборация с Рита Ора еще летом. Этого года или прошлого? Прошлого года. Окей. И Иманбек с Рита Орой уже сделали трек один, но из-за того, что не могли найти правильную дату, которая подходила для Рита Ора и для Иманбека по релизу, то решили перенести на осень. Осенью Дэвид Гетто написал Иманбеку в инстаграм. Обалдеть. Все просто, как обычно. Черканул в директ, да? Да. Ну, так и было. Ну, Иманбек говорит, смотри, Дэвид Гетто пишет. Я говорю, ну да. Еще и Дэвид Гетто. Вот. И все, мы списались, а мы Дэвида Гетто знали. Кстати, мы с Дэвидом Гетто, и до этого повезло, мы с ним в Астане виделись. До этого. И он, ну, я ему пишу, привет, ты Иманбеку написал, вот, давайте сделаем общий чат, сделаем имейл, давай сделаем, ну, как бы, ты предложил коллаборацию. Ребята, каждый второй человек может сказать, что у меня Дэвид Гетто? Да, они там подвести, мемачики друг другу скидывают, скорее всего, в чатике уже. В чате, вообще, Дэвид Гетто, это отвал башки. И все, ну, договорились, обменялись контактами, и была песня готова уже, ну, музыка, вот как у которого вы сейчас играли, и Дэвид говорит, слушайте, а, ну, я ищу вокалистку туда, давайте найдем вокал. Я говорю, так а чего, у нас вот, мы дружим с Ритой Орой, давайте, может, ее как-то, ну, подтянем, типа. Ну, и все. Все, написали Рите, Рита говорит, вообще, я супер за, конечно, Дэвид Гетто и Манбек, типа, лучшая коллаборация. Все, и получилось так, что она спела. А когда мы поняли, что у нас один трек есть с Ритой Орой, и плюс еще коллаборация Дэвид Гетто, Рита Орой и Манбек, ну, надо и EP уже с Ритой Орой выпускать. Горела хата, гори и сарай. И назвать Маргарита Ора. Кстати, вот интервью с Ритой Орой, она очень много хорошего про Манбека говорила, интервью у нас есть. Да, на YouTube-канале Radio Energy можете посмотреть там. И Манбек, слушай, а вот многие мечтают с такими мировыми музыкантами поработать. Ты как сам? Ты чувствуешь себя крутым рядом с ними, или, ну, немножко комплексуешь, может, стесняешься на их фоне? Скорее второе. Да? Чуть-чуть. Ну, я думаю, скоро это пройдет. Да, правильно. Скоро пройдет, Грэмми уже есть. Конечно. Такое ощущение, что щупать себе надо. Рита Ора у меня в песне. Дэвид Гэтт у меня в чате. Не щупать, а щипать. Щупать себя от Риты Ора немножко другое. Слушай, а ты уже прочувствовала жизнь селебрити, и нравится тебе это вести? Или ты все-таки в стороне, а остаешься за кадром? Как тебе жизнь селебрити, Манбек? Нормально. Хорошо. Ну, Манбек человек скромный, да. Сональный. Вот. А, кстати, что появилось в твоей жизни с приходом популярности? Чего раньше не было? Лада Приора. Шутка. Ну, это тоже. Мы хотели спросить, что ты купил там с первой суммой. Очень много звонков, предложений о сотрудничестве. Все. Ну, типа. Но с тех пор, как ты получил первый ройалти, да? Да. Что ты такой себе приобрел? А, приобрел? Да. Ну, пока только тачку. А, ну, понял. Ну, это тоже немаловажно же. Правильно? Ну, да. Слушай, Манбек, а ты можешь уже позволить себе не работать на железной дороге, сказать, все, пока, прошлая жизнь, теперь я буду жить по-другому? Я больше года не работаю там уже. Да? О, вот это да. Мы не знали. Прикольно. Ну, а скучаешь как коллеги? Что они тебе пишут? Они же тоже поздравляли вчера. Угу. Угу. Нет, я не скучаю по железной дороге. Я скучаю, может быть, по коллегам. Там хорошие ребята, очень добрые. Но по самой работе нет, я не скучаю. На самолет пересел? Не понял. На самолет пересел? Конечно, на личный. Нет, на поездах, кстати, я сюда. А у тебя лично есть план их пригласить, ну, сниматься в клипе, песни? Коллег? Да. Да. Подаю идею. Подаю идею. Идея крутая реально, кстати. На самом деле, да. То есть, тем более, эта история, она разлетела по всему миру. И всем очень она понравилась вообще. А вот Кирилл уже показывает, что идея идея. Саймон-то, Саймон. Запатентуем, да. Все, Саймону процент. Ну, кстати, пока мы тут общались и узнали, что Имамбек еще и крутой гитарист. Ты можешь даже спеть. Нет, я не супер крутой, но... Ну, любишь поиграть на гитаре? Да, чуть-чуть. А что обычно играешь? Дворовую. Дворовую музыку. Дворовую? Да. А какие песни? Кого играешь? Коржа, наверное, да? Пусть и та останется в тайне. Ладно, демобилизацию там хватит. Скорый поезд, дома учиться, да? Именно. Крутяк вообще, наш парень. Что значит приходить в гости с продюсером, сразу Кирилл сказал, что он еще и на гитаре играет круто, то есть неплохо. А Имамбек сам скромный. Имамбек, мы уже знаем, что у тебя есть девушка, но ей сейчас, как сам понимаешь, придется нелегко быть девушкой звездой, сам знаешь. И поклонниц прибавилась после того, как ты попал в номинацию. И тем более победил. Да, тем более победил. Я уверен, что их много появилось. А как они проявляют свою любовь из разных стран? Пишут в инста? Может, пишут. Ну, то есть, пока я еще этот... Я еще в инстаграме не открывал директ пока что. Надо потом посмотреть, я отвечу. Кстати, есть вопросы уже от слушательниц. Нас просят тебя спросить. Спросите у Имамбека, где красивее девушки, в Москве или в Аксу? В Аксу. А, даже... Отписка. Начали. Отписали. Ты в Москве просто 5-й день, может быть, не всех увидел еще. Поверь Саймону. Вопрос от меня. Что для тебя главное в женщине? Как ты видишь вообще идеальные отношения, идеальную семью и во всем? Скромность, порядочность, простота. Точка. Ну и интеллект. Ну, извини, что, конечно, мы про девушек спрашивали. Мы знаем, что у тебя есть подруга. Просто эти вопросы, их очень много, мы просто решили задать. А так, ответом мы довольны. А когда у тебя родится сын? Ну, предполагаем, да? То есть, позволишь ли ему стать музыкантом? Или железнодорожником надежнее? Ну, он выберет сам. То есть, да, я, конечно, буду говорить, давай тоже, типа, музыку погнали. Ну, ты же и поможешь, правильно? Ну, да. Слушай, Кирилл, а вот вопрос к тебе, как к профессионалу. Ты работаешь со звездой. И как ты считаешь, личная жизнь мешает делать из человека, ну, реально популярного? Приходится ли им жертвовать личной жизнью? И грозит ли это Иманбеку? Ну, как вы видите, он очень воспитанный, очень порядочный человек. Поэтому вот в ситуации с Иманбеком я тоже такой же вопрос задал недавно, вот по поводу девушки. Ну, как зовут, там, как познакомились. Я просто понимаю, что Иманбека это не испортит, потому что он и человека, которого, ну, вот себе выбирает, он выбирает по своим, как сказать, по своим вот внутренним ощущениям и своим убеждениям. Поэтому такие парочки, они не портятся за счет, ну, скажем так, бытовухи или там, наоборот, ну, каких-то расстояний. Я уверен, что им у Иманбека не будет. Too Much и Иманбек Маршмеллоу при участии Ашера, кстати. И нам рассказали, что Маршмеллоу сам предложил Ашера ребятам. А что именно, то есть, кого хотели пригласить, ну, с самого начала, по плану? Ну, мы совещались с Иманбеком, думали, там, какие вокалисты подойдут сюда. И у нас были, ну, другие взгляды несколько. Мы хотели бы, чтобы спела Pink или Джастин Тимберлейк, ну, или такого, как бы, вот, диапазона артиста, потому что, ну, нам они нравятся. Но Маршмеллоу менеджмент, они выбрали Ашера, ну, предложили его. Ну, мы подумали, Ашер вроде неплохо, в Казахстане его знают тоже. Но Ашер точно песню не испортил. То есть песня очень крутая. Конечно. Ну, кстати, мы же знаем про Роузис, да, то есть, ну, Роузис этот трек, который сделал, ну, как бы, принес тебе Грэмми. Да, ну, и, кстати, Роузис-то набрал более миллиарда стримов на Spotify, PayPal в топ-20 разыскиваемых треков за всю историю Шазама, между прочим. Обалдеть вообще. А, ребята, вот вопрос, который нас всех мучает, и нас, и слушателей мучает. А где статуэтка-то? В Штатах. В смысле? Не прислали, еще курьером. А, что курьером идет? На церемонии награждения мы решили с Кирюхой приколоться. Угу. Купили граммофон. Обычный граммофон, прям вот настоящий. И он мне вручил его просто. Мы видели на самом деле, мы видели. Да, да, да. Но саму статуэтку вообще, я считаю, должны отправить. Ну, пока я тогда не, я еще не интересовался об этом. А знаете, почему этот вопрос мы задаем? Потому что мы видели, то есть это граммофон, который ты получал. И многие подумали, что погоди, я несу заранее. Как так быстро? Да, заранее что ли знал, что победящие тебе уже подготовили такую статуэтку. Оказывается, вы сами это просто придумали, да, между собой? Да, придумали. Окей. Нет, реально. А как это будет? Как у них-то происходит? Кирилл, вот может ты знаешь, объявили себя победителем, вам сертификат дают плюс статуэтку или какой-то там кэш, еще премию какую-то. Как это вот все? Конечно, было бы круто, но нет. Просто, да? К сожалению, это награда академическая, можно сказать государственная, как у нас. Все как у нас. Будет она, насколько нам написали в письме, мы предоставили адрес, на этот адрес нам доставят посылку, эту статуэтку. Но мы действительно, как правильно сказал Манбек, мы подумали, ну, если нам грэмми не дадут, то мы себе сами вручим этот адрес. А какой адрес заказали? В Аксу пришлют ее или в Москву? Мы заказали на Москву, чтобы и Манбек прилетел в следующий раз, забрал, чинно, благородно. Так, прилетает она в Москву. А где эта статуэтка будет стоять? Дома у Манбека? Сервант? Телевизор? Где еще стоят? Кухня? В машине. В машине? В машине шутка. Ну, я вообще не думал об этом. Угонят же, угонят сразу. А ты еще не слышал, как актеры теряют Оскар? То есть они реально поехали, кто-то поехал на такси и там оставил. И вдруг оставил. Так что я думаю, что машина... Яндекс такси такая, ну, ребят, верните, пожалуйста, два тарифа. А все-таки, как ответить на этот вопрос? То есть, планировал, где будет стоять? Ну, я сейчас подумал. Ну, скорее всего, дома. Дома, да? Рядом с грамотами всякими. А кто не знает, из чего сделана статуэтка? Она золотая патина, из чего штырит. Надо загуглить, да. Да? Надо посмотреть. Вот посмотришь, из чего она сделана, расскажи нам потом. Из слез тех, кто не получил Грэмми, я думаю, она сделана. Я даже уверен, что мы даже быстрее найдем, то есть, из чего это сделано. А, Имамбек, ну, расскажи, то есть, а где и как, ну, сам живешь? В собственном доме? В квартире? Нет, я сейчас пока с родителями. Я еще... Я еще не знаю, куда мне переезжать. Угу. Там же, в городе Аксу, Павлодарской области. А родители не говорят, ну, пора тебе уже переехать, переехать. Ты ему 20 лет всего, Саймон. Нет, нет. А то у подъезда куча поклонниц и поклонников. То есть... Когда мне вручили Грэмми, все об этом знали в Казахстане, особенно в Аксу, точно знали об этом. Отец говорит, ну, звонит мне и говорит... Смотрю в окна на улице. Съемочная группа идет. Время 2 или 3 часа ночи в Казахстане. Обалдеть. Да. Приходят домой и начинают стучать дверь. Угу. И... Папа не открыл. Ну, правильно звучит. Нет, правильно сделал. Я ему говорил, так, типа, не надо так делать. А кто твои родители? Как вы отмечаете? Отец пожарный. Мама сейчас не работает. Угу. Слушай, а ты сам как отдыхаешь? Какие сериалы смотришь? Что любишь поесть? Вот прям все рассказывай. Я люблю поесть абсолютно все. Ну, то есть... Я все ем. Ладно, все. А устрицы пробовал? Нравятся тебе устрицы? Вчера. Да, вчера же. Ну и как? Вчера мы ели. Ну и как? Угу. Прикольно. Ха-ха-ха. Шаурман вкуснее. Ха-ха-ха. По мне видно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Без. Просто он говорит, идем в шурму. Я говорю, ну все, без проблем. А сам думаю, ничего себе. Мы тут и это... Стараемся. И то и так придумали. Корейская еда. Такая еда там. Он говорит, слушай, ну... Кирилл, может нам быстро скажешь, как ты думаешь, чтобы Имамбеку стать мировой знаменитостью? Ему надо как-то менять свои привычки? Я думаю, нет. У него... Вот я всем и с удовольствием нас смотрю. Спасибо, что ты спросил. Я думаю, его фишка, это то, что он обаятельный, добрый, настоящий, воспитанный человек. И как вы видите... Очень скромный. Он людей вот своей улыбкой... Он умеет обаять. Он когда ходит под сумму, за ним реально ходят люди вот так вот. Хорошо. Просто восхищенный. Ребят, давайте сейчас послушаем версию трека Роуза, которую вы сделали с Дж.М. Балвином, а потом расскажете, как эта вообще идея пришла в голову. Кирилл, а зачем вы сделали латиноамериканскую версию этого и без того успешного трека? Зачем пригласили известного колумбийского певца Дж.М. Балвина? Он сам изъявил желание, он сам попросился. Он позвонил... Его менеджмент позвонил менеджменту Сейн Джона. Сейн Джон менеджмент позвонил нам. Говорят, ребята, дайте инструментал. Потому что кто-то большой туда споет. Мы говорим, кто большой? И говорят, ну, Дж.М. Балвин. Ну, пожалуй, Дж.М. Балвин можно. И Дж.М. Балвин сделал. Ну, нам версия очень-очень нравится вообще. То есть, круто. То есть, причем, давно записали? То именно только сейчас запустили, да? Как я понимаю? Ну, просто успех Роузес, он глобальный. Именно в оригинале. И ему вот этой версии было очень сложно пробиться. Понял. Слушайте, а есть те, кому вы отказали? Вот кто просил ваш сэмпл? А вы такие, ну, нет, чуваки, нет. Пока вам рано. Ну, и Манбек не знает. Но хотели очень много. И французские артисты, и очень много немецкие. И много голландских диджеев хотели сделать свои ремиксы и версии. Ну, пришлось отказывать. Но только во благо, чтобы не наплодить очень много версий, которые, ну, испортили бы, да, просто вот, размыли бы. Я скажу по секрету. Имамбек согласился! Слабат на гитару! Ребят, заходите в инстаграм Energy Rush. У нас сейчас Имамбек будет играть на гитаре. Мы решили устроить такой автопарий, грэмми. Мы нашли даже гитару в кабинете нашего программного директора ради этого. Легкий сейшн устроим, да? Саймон, петь я не буду. Давай я сыграю частушки, а кто-нибудь зафристайли. Частушки? Давай! Кто-нибудь, Саймон, какой-нибудь кто-нибудь Саймон. А, хорошо, я что-нибудь зачитаю, да, окей, хорошо. Так, эм... Имамбек хочет, ну, у него одна из целей сделать песню с Селеной Гомес, и мы хотели посвятить песню, ну, Селене Гомесу. У нас нет текста, но, Саймон, если бы ты пел, ну, что-то для Селены, то... Окей. Что-то зачитать, да? Окей, окей, хорошо. Рэп для Селены. Окей. Да. Частушки про девушек. Много девушек, хороших, много ласковых имён, но плохих гораздо больше, мы про них сейчас споём. На английском, только на английском. Селена. 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 Браво! Селена, это хит, Селена должна, как бы, и тут Селена вступает при певе. Стоп, снято. Бро, я снимаю дрели перед тобой, я просто, когда сказали, что тебя лобаешь на гитару, я просто думал, что Кирилл придумал, ну, сходу. Чётко вообще. Браво, 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 браво. Чётко. У нас главные вопросы есть. Да. Да. Респект и уважуха. Главные вопросы. Ещё раз, Иманбек и Кирилл. Всех интересует одно, что дальше, какие возможности открыла перед вами победа на Грэмме? Это свобода больше или ответственность? И что будет, чем будете удивлять нас дальше? Я считаю, что это больше ответственность. Надо уже прям очень, очень грамотно сортировать, я считаю, выбирать с кем работать, то есть, ну, коллабы делать. Я думаю, Грэмме для нас открыл возможность заколлабить с самыми крутыми людьми, я так считаю. Ну и какой-то эксклюзив Кирилл обещал рассказать о том, что будет дальше. Ну, Грэмме вы получили, а что дальше-то? А дальше фит Шоном Полом и София Рейс. Оооо, Шон Пол, это вообще, ну, это же мастер вообще на все руки и ноги вообще. А что это будет за фит? Что это за история? Очень интересно, вообще обалдеть. 9 апреля выйдет новый сингл, Иманбек его как раз готовил, именно под летний, так сказать, весенний-летний сезон. И это будет Иманбек, он правильно уже сказал, Иманбек, Шон Пол и София Рейс. София Рейс это латиноамериканская певица, прикольная, ну, Шон Пол. Знаем. Вот, собственно говоря, такая вот коллаборация, она первая официальная после Грэмми получения. И круто совпало, вот, позитивная песня, мы ее вам здесь вот, как сказать. Сейчас презентуем. За 25 дней до официальной презентации премьера будет только 9 апреля, но сейчас на Energy уже звучит. Вот такие мурашки на руках. Супер эксклюзив, спасибо, ребят, вообще, ну, вы пришли с подарком, но у нас для вас тоже есть подарки. Понимаете, вот представили песни у нас впервые, то есть, и за сколько там, 25 дней, да, то есть, так что... И Грэмми получили, и песню представили, и пришли лично, спасибо вам большое. Вот, посмотрите, вот... Спасибо вам большое за приглашение. Какие призы для вас, и очень надеемся, что вы их откроете и посмотрите в пакетике, вот. Посмотрите, то есть. Спасибо, спасибо. И не только это, у нас есть для вас еще именной эксклюзивный презент от Radio Energy. Съедобный. Вот, в прямой трансляции на Energy Russia видно. Воу-воу-воу. Посмотрите, что там написано. Иманбек плюс Energy равно Грэмми. Грэмми. Потому что, ну, по сути, мы тоже считаем, что мы все вместе это сделали, этот трек звучал на Energy. А, кстати, у нас идет онлайн-трансляция в Instagram Energy Russia. Посмотрите, какие призы, ну, презенты Иманбек от нас получил. Ребята, это наш мерч, очень классный, новый. Носите с удовольствием. И пусть он вас греет. Они сделаны с душой, очень качественные. Пусть греет. Я знаю, что как бы в Астане сейчас потеплее чуть-чуть, чем в Москве. Можем попробовать на вкус Грэмми, Иманбек. Смотри, узнаете, с чего сделано. Ну что ж, мы очень рады вас видеть. И это была большая честь дать нам первое интервью. Так что у нас осталось уже где-то секунды 30, чтобы попрощаться с нашими слушателями. И, может быть, есть какие-то пожелания от себя. Слушайте Radio Energy. Спасибо большое. Иманбек рекомендует. Еее. Кирилл, что скажешь? Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. С вами очень круто. Иманбек обладает Грэмми 2021 года. За лучший ремикс не классический. Спасибо, дружище. Спасибо. Знаете, есть диджеи номер один. Они периодически сменяют друг друга. Приходят новые поколения, уходят старики с этого почетного места. А вот бог диджеинга, он один. И он на все времена. Кстати, среди диджеев не бывает стариков. То есть мы хоть до 100 лет играем. Давай, ты себе-то не расчищай свой путь. Как и есть. На Radio Energy. Потому что мы не только выросли на его песнях, а я думаю, что наши дети еще будут танцевать, рвать танцполы. Потому что эта музыка звучит актуально всегда. Сегодня только на Radio Energy в прямом эфире прямо с самолета у нас в гостях всемирно известный диджеи номер один Дэвид Гетто! Дайте шуму! Наконец-то! Это свершилось! Привет! Привет! Видеотрансляция в инстаграме от Жираша. Какой он хорошенький, покажите! Он такой милый котик! Привет, Дэвид! Привет! Как дела, ребята? Очень хорошо! Очень хорошо! Хорошо! Привет! Ты ехал в жутких пробках. Тебя встретила жуткая погода в Москве, и тебе это не испортило настроение. Что может испортить настроение? Что может испортить настроение? Движение у вас тут сумасшедшее, конечно! Вау! Я в шоке! Я в шоке! Ну ты человек очень позитивный. А что действительно может испортить тебе настроение? Конечно, нет! Я в очень хорошем состоянии. Я счастлив, что здесь. О, иногда... Это сложно. Это может случиться. Вообще, он больше счастливый парень, ничто не может испортить хорошего настроения. Всегда доволен всем. Это круто! Дэвид, я смотрел с тобой интервью, и ты себя описываешь как гражданин мира, потому что ты много гастролируешь. Каждый день ты в другой стране. А в последнее время где ты чаще всего бываешь? В какой стране? Моя жизнь немного странная. Моя жизнь немного странная. На этой неделе, например, я делал Майами, Бруссель, Париж, Осло, Москва, и завтра я лечу в Лондон. Ты смотришь! Ты смотришь! Это немного... Иногда я восстанавливаюсь в утром, и я не знаю, где я. Я просыпаюсь утром, и я не знаю, где я. Нам знакомо! Я скажу вам секрет. Когда я играю концерт, они всегда сбоку пишут на бумажке название города. Так что я не скажу Лондон. Я не сказал Лондон, привет! Сидя на этой же Москве! Но это правда, да, я считаю себя гражданином мира. Своей музыкой я пытаюсь объединить всех. Я считаю, что музыка и футбол тоже это две вещи, которые приводят людей из разных социальных классов, из разных цветов, из разных религий. И все чувствуют себя как один. И я люблю это в музыке и в спорте. Мне кажется, что музыка и, наверное, футбол, спорт, в общем, это те две вещи, которые соединяют людей во всем мире вне зависимости от их вероисповедания, каких-то социальных статусов. Все эти две вещи объединяют людей. И третья вещь — это новый альбом Дэвида Гетты, который он создал в какой-то немыслимой коллаборации. Там такое созвездие звезд. Расскажи нам про свой новый альбом Seven. С кем из звезд тебе было легче всего работать? И с кем труднее всего? Кто самый капризный? Ну, это седьмой альбом, он так называется. Это мой альбом номер семь. Это невероятно, когда я думаю о нем, потому что это много музыки. Если подумать, это настоящая сумасшествие. Много альбомов, много музыки. Альбом разделен на две части. Первая часть альбома — это, наверное, 35 песен. Что? Да, это огромное альбом. Первая часть — это большой альбом. Первая часть — это большой поп-альбом. Со всеми суперзвездами. Сиа, например, Джастин Бибер, Джейсон Дерулло, Никки Минаш, Джей Балвин, Биби Рекса. И так же новые таланты на нем тоже присутствуют. Есть песня, которая мне очень нравится, называется «Battle». Это новая девушка, которая 17 лет. Она действительно потрясающая. Ее поет девушка, которой 17 лет, и она прекрасна. Также Эйва Макс поет одну из песен. Мне кажется, что здесь она тоже становится знаменитостью. И потом вторая часть альбома — это немного более «underground», и это новый проект, который я начинаю, который называется «Jack Back». И это я, возвращаясь к моему роду, когда я начал играть музыку 20 лет назад. И это более инструментальная музыка. Это действительно музыка для диджей. Вторая часть альбома под названием «Jack Back» — это такой андеграундный микс, который Дэвид Гетт специально сделал, чтобы вернуться к своим корням. Это в основном инструментальная музыка, но ему очень нравится. И больше для диджеев, да, вот эта часть альбома получается. У нас в России, знаешь, вообще принято давать концерты в необычных местах, например, на «Капоте машины». В каком самом необычном месте Дэвиду Гетти приходилось выступать? Или играть в сет, допустим, да? Я, честно говоря, много странных концертов отыграл. Я делал, когда я делал, когда я делал Еврокуб, я делал музыку для Еврокуб. Мы помним, кстати, да. А, Еврокубок? Гейм Евро, он же писал, да. Я делал концерт под Эфел Тауэром. Я также делал концерт под... На Ифлевой башне. На Великой Китайской стене был концерт на Эфел Виборде. Обалдеть! Я делал концерт в дезерте Масада в Израиле. В Израиле в пустыне Масада. Обалдеть! Как это возможно?! Сумасойти! Круто! Провести звук, электричество и всё. Я делал несколько сумасшедших вещей. Я делал концерт на Копакабана бич, перед трех миллионов людей в Бразилии. В Бразилии я выступал перед тремя миллионами зрителей. Сумасойти! Я даже не представляю, сколько это, да. И потом несколько шумных вещей. Круто! Дайте шуму! Дэвид Гетто вообще! Крутой! И у меня такой вопрос. Дэвид, я лично знаю, что ты не первый раз приезжаешь в Россию. За всё это время. Какой самый-самый зачётный сувенир ты себе купил? Или вообще? То есть у тебя есть сувенир русский настоящий? Да, я тебе скажу. Это вообще смешно. Потому что я рассказывал людям из Warner. Один из моих первых успехов. Один из моих первых рекордов. Он называется «The world is mine». Я расскажу вам. Мы уже рассказывали эту историю здесь. Самая популярная песня у меня здесь давно случилась. Это «The world is mine». Он называется «The world is mine». Да, точно. Я не знаю почему, но она супер популярна в России. Во всём мире она не такая популярная как здесь. И в то время меня часто приглашали выступать в России. Это было начало моей карьеры. Это было круто для меня. Он получил мне деньги. Я был счастлив. И наконец-то мне деньги предлагали. Я был доволен. И это очень круто. Потому что каждый раз я играю в любой клубе в мире, всегда есть один русский, который приходит к детям. «The world is mine». Но до сих пор, на сей день, когда я играю где-нибудь, где угодно в мире, находится в толпе один русский парень, который подходит и говорит, «Слушай, the world is mine» — это лучшая песня. Я рассказывал моему друзьям эту историю. И мы прибыли сюда. И это человек, который пришел с вину «The world is mine». Пожалуйста, по мне? На нем было написано «The world is mine». Вот тебе какие-то сувениры. Да, приготовил. То есть это главный сувенир из России. «The world is mine». Это точно. Да, абсолютно. Я сужу, когда я встречаю русского парня, я знаю, что он будет говорить про «The world is mine». Да, я уверен всегда, когда я встречаю русского парня, он скажет мне про песню «The world is mine». Дэвид, тебя все очень любят в Москве, в России, во многих городах, не только эту песню. Я хочу сказать, что я очень рад и рад, что ты говоришь, что русские люди любят меня. И я тоже люблю их. Так что я рассказывал вам, что я делал Эфель Тауэр, и я делал «The Great Wall of China». Я надеюсь, что один день вы пригласили меня, и мы делали «The Red Square». Да, на Красную площадь! Ребята, это вызов! Кто решает? Ну, решайте, пожалуйста. Мы хотим видеть Дэвид Гетто на Красной площади с сетом. С энергией! Обязательно! Да, конечно! А то, знаешь, много желающих! Я скажу вам что-то. Когда я стоял сейчас в пробке, подъезжал. В какой-то момент мы подключили радио, и там была «To You», и это было довольно хорошо. «To You». Было очень хорошо. Плава Кука пела, да. Плава Кука. «Don't be blind, or just speak from my heart when it comes to you». Тебя будет подарок! А Дэвида где-то за твой, да? Да, но, honestly, I didn't know. We turned on the radio, and I told them I heard to you, and it was good. Да, и тебе будет... Принесите, пожалуйста, подарок, да, и мы Клаве отдадим. Принесите подарок от Дэвида, да. Да, это будет памятный подарок за вот такой кавер, который... Первый кавер, который увидел... Ну что, дайте шуму! К сожалению, да, подходит к концу в эфире время, вот когда хорошие гости всегда очень быстро летать время. Вообще, вот до завтра сидит, да. Мы хотим Дэвиду дать возможность обратиться к слушателям радио Energy и призвать слушать альбом, хотя мы все его уже слушали до дыр. Позвать на какую-то крутую вечерину, если она будет. И просто сказать хорошие пожелания. Спасибо, что пригласили меня сюда. Я имею в виду, Россия такая замечательная страна. Завтра я схожу на Красную площадь и подготовлюсь к своему концерту. Да, и он будет на коньках. Потому что очень скоро. Мне нужно, чтобы вы организовали это. Хорошо. Да, будет тепло и вкусно, как всегда в России. Дэвид Гетто, спасибо тебе огромное. И мы очень гордимся тем, что мы теперь знакомы лично. Завтра я как турист, кстати, прогуляюсь по Москве, посмотрю, это редко случается у артистов. А, кстати, из русской кухни что-нибудь попробовал уже? Что-нибудь им нравится? Борщ там, сальянка. О, да, борщ. Борщ. Но сегодня я люблю поесть, поэтому сегодня вечером что-нибудь еще попробую. Мы желаем тебе приятного аппетита и приятного визита в Москву. Бон аппетит. И так, внимание на экран. Я, наверное, не узнаю кого-то. Похоже, я никого не угадаю, но попробую. Ну, у тебя же честье на людей, ты очень много отригораешься. Ты должен вернуться в твою интуицию. Конечно, интуиция очень сильная. Давайте посмотрим, я попробую. Я попробую. Итак, видеотрансляция в инстаграме на Джираша. Смотрим на экран, и вот там сейчас появится. И давайте первый портрет. Показываем Юрия Дудя. Я бы сказал, что он кто-то из телека. Так, а какой он по характеру? I don't know, it looks like a fun... Похоже на такого весельчака. Yeah? Yeah. Is working TV or not? Sort of, sort of. А как сказать, вот работает Дудя на телеке или нет? Если он в рекламе шампуня, а на телеке только появляется. Он появляется в коммерцирах, но он работает в интернете. Он работает в интернете. Oh, then I don't know. You know what? Oh, a blogger. He's a blogger, yeah. Okay, okay, okay. Следующий, пожалуйста. Ага, это ЛДЖЕЙ. Ой, ну и лицо. Damn! Wow! It has to be a rapper or something. Это должно быть рэпер или что-то такое. Да, ты угадал! Да, ты угадал! Угадал! It's funny, the rappers, they always try to look scary. Странно, что рэперы всегда пытаются страшными казаться. Пожалуйста, следующую фотографию на экране. А вот этот человек, Хаски, показываем. Как ты думаешь, кем он работает? Кто он такой? В какой сфере он прославился? Где дают концерты? You know, in America, they wear orange... Да, у него оранжевая толстовка, да? Знаете, кто в Америке носит оранжевую одежду? Если бы я был в Америке, я бы сказал, что это заключенный. Не то, чтобы ты не угадал! Ah, you see? I'm good! He's in jail right now. No! Yeah! Yeah! Но и с рэпером не промахнулся. Пожалуйста, следующий. He's a rapper, yeah. He's a rapper, yeah. Да, к сожалению, это Россия, и так выглядят у нас звезды. Мы показываем Шнура. Сергей Шнуров в кадре. Okay. This one is not a rapper, but he wants to be a rapper. Это же рэпер, но он хочет быть рэпером. Да, хорошо! А как ты думаешь, кто он по профессии, по профессии или по призванию? Сфера деятельности. Да. Он же наставник теперь учитель. Он выглядит более как поп. Он же на фотографии прям не интересен. Нормально он вообще в людях разбирается? В общем. И на экранах Ольга Бузова. И крик в зале. Да, кто это? Мы слышали крик в зале. Дэвид, кто это? Как ты считаешь? Где эта девушка? Она актриса? Нет. Нет? Нет. Она просто известный человек. Она работает в супермаркете. Она работает в супермаркете. Да, на кассе сидит. Нет, нет, нет. Есть у нее в жизни такое. А как ты думаешь, замужем ли она? Если я думаю, что она женится? Вот я спрашиваю, как ты думаешь? Похожа она на замужнюю женщину? Она была женится. Она была женится, да. Ты сейчас ей жизнь устраиваешь? Он спросил, замуж, 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 замуж она. Она как интернет-сенсация? Это какая-то звезда из интернета? Ну, конечно, мы должны... Оля... Похоже, я всех угадал, да? Да! Дайте шиву для Дивида Гетта! Он нашли криптовой! Ольга Бузова, мы тебя любим, мы тебя жениха нашли! На самом деле, быть диджеем означает читать людей. Я думаю, часть психологии диджея. Показываем Юрия Гагарина. Юрий Гагарин на экране. Ну, последний. Он же знает, наверное. Нет, я думаю, он не узнает без шлема космического. Ты же сказала имя уже и фамилия. Может быть, тоже. Нет. Видишь, он не знает. А потому что мы фотографию показываем Юрия Гагарина на отдыхе, просто в шляпе такой вот, в соломенной. Он его не узнает. Думаешь? Да, я уверена. Ну, предположи, кто это? Артист, педагог, спортсмен. Если мы были во Франции, я бы сказал, что этот парень выглядит как кто-то, работающий в экологической партии. Это ты по шляпе на пределе. Причем политик именно из экологической партии. То есть, есть такая партия у них в стране, получается. Политик, да? Да, у них есть такая партия. В принципе, статус, я считаю, Дэвид угадал. Но ты должен его знать. Это первый космонавт Юрий Гагарин. Это первый человек в специи. Это первый человек в специи. Мне кажется, что космос, тут 20 лет сразу теряешь. Вот оказывается, нет. Это все только не русские. Космос омолаживает, получается. Конечно, так и есть. Ребята, давайте поаплодируемся. Замечательно. Какая интуиция у Дэвида Гетта вообще. Гагарин выглядит очень счастливым. Да. Конечно. Он здесь выглядит очень счастливым на этой фотографии. А он вообще был человек очень улыбчивый. И что-то общее с Дэвидом у них есть. Вот в этой открытой улыбке умение собирать вокруг себя хороших, добрых людей. Это большая честь для меня, что у меня сравнение с таким замечательным человеком. Редактор субтитров А.Семкин